Архитектура – это про все, что угодно, но только не про деньги. Это я сказал? Да. У меня такое настроение было тогда, очевидно. Удачное. Удачное. Борис Владимирович, цитирую вас. Привлечение определенного архитектора способно увеличить капитализацию на 2-3% к рыночной цене. И для бюджетов коммерческой недвижимости это существенно. А как его определить? Кто он, этот особенный архитектор? Ну, наиболее успешный, ведь есть определенная такая кастовость. Есть девелоперы, есть брокеры, есть архитекторы. И все, так сказать, варятся в своем пространстве. Вот. И иногда бывает так, что люди становятся известными всем участникам этого процесса за счет своих публикаций, за счет качества своих работ. Вот. И в этом случае участие его в проекте, участие его бюро в проекте действительно добавляет определенный процент капитализации. Ну, вы знаете, да, так сказать, в своем отечестве пророков нет, особенно в нашем. Поэтому все время стремятся, так сказать, привлечь иностранных архитекторов. И, безусловно, есть там такие имена, там, допустим, Фостер, Форман Фостер. Вот одно его имя сразу в десять раз повышает, так сказать, стоимость проектных работ. Вот. Ну, и, соответственно, доверие банков и представители банков должны знать, с кем они имеют дело. Насколько можно ему доверять, насколько, так сказать, тот продукт, который будет спроектирован и реализован, будет способен генерировать финансовый поток с тем, чтобы владелец этого здания смог, так сказать, расплатиться по кредитам и по своим, так сказать, долгам. Потому что девелоперы за свои деньги, естественно, не строят. Ну, есть, конечно, такие люди, наверное, которые за свои деньги что-то строят. Но в этом случае они решают какую-то свою внутреннюю задачу, и это уже к коммерции не имеет отношения. У вас есть опыт делать на это? Ну, да, немножко занимался этим. У меня был интерес и возможность определенно сделать ряд проектов с тем, чтобы пройти с нуля самой первой идеи до реализации. Архитектор, который, так сказать, понимает весь этот процесс, да, он гораздо более корректно относится уже, так сказать, ко многим своим решениям и многим своим идеям. То есть он старается отвечать за те деньги, которые вкладываются в этот проект, и пытаться сделать максимально эффективным этот проект. Поэтому, с одной стороны, это расширяет сознание и дает понимание того, как все-таки работает этот бизнес. А с другой стороны, в общем, пожалуй, это единственный способ заработать, как говорится. Потому что архитектурное проектирование или генпроектирование, в общем, это, так сказать, такое удовольствие на всю жизнь. Ну, сказать, что это очень выгодное занятие или какое-то, так сказать, удивительно доходное, не скажем. Ну, вот в Москве были такие девелоперы еще, так сказать, в царское время, да, еще перед революцией. Известный такой был архитектор Нерензея, который, так сказать, был сам и девелопером, и архитектором доходных домов. Ну, во многих странах до сих пор архитектор является, так сказать, как бы ответственным за весь процесс, в том числе и за строительство. В нашей стране, ввиду, так сказать, определенных проблем, строительный комплекс всегда пытался и пытается отодвинуть архитектора от процесса реализации. Вот, в этом есть определенная логика, потому что, когда во главе угла стоят погонные метры и количество, то архитектор – это единственный человек, который будет биться за качество. Соответственно, будет мешать строителям, так сказать, делать быстро и плохо то, что они хотят, что они умеют делать лучше всего. Я знаю, что продажа Белой площади в свое время стала крупнейшей сделкой за всю историю российской недвижимости. Я не ошибаюсь? Действительно, одна из первых крупнейших сделок с недвижимостью в Москве и в России была связана с этим комплексом Белая площадь. Почему так получилось? Ну, потому что это, с одной стороны, первоклассный объект недвижимости. С другой стороны, здесь несколько первоклассных арендаторов, такие как Белой Туш и Прайс Виттерхаус. Тем более, что у них контракты десятилетние. Соответственно, это вот такой манимейкер, и поэтому цена приобретения этого комплекса для инвестиционного фонда была просто максимальной на тот момент в России. Около 10 тысяч долларов за один квадратный метр общей площади. В общем, это там серьезнейшее такое достижение. У нас, правда, в нашем портфолио есть и другой объект, который называется Метрополис, который тоже в свое время и в свою очередь установил такой рекорд экономический. Он был тоже приобретен по частям. То есть, один инвестиционный фонд, по-моему, Морган Стэнли приобрел офисную часть комплекса Метрополис, там около 85 тысяч метров. Другой инвестиционный фонд приобрел торговую часть. Там тоже очень, так сказать, высокая цена сделки, около миллиарда долларов. И эти два объекта явились такими, ну, как бы, драйверами основными и самыми крупнейшими сделками три года назад. Причем, как вы знаете, это был самый разгар экономического кризиса. Но, тем не менее, вот такое вот произошло. Вы проектировали Белую площадь вместе с польской компанией. Это обычная для вас практика? Вы много проектируете с иностранцами? Мы довольно часто работаем в таких международных группах. И у нас есть партнеры-архитекторы и партнеры-инженеры, с которыми мы проектируем такого рода комплексы. И в данном случае с Белой площадью мы работали с компанией APA Architects, это Шимон Войцеховский. Мы работаем на настоящий момент с японской компанией NikenCK, мы работали с Binoy, мы работали, ну, с кем только не работали практически. И для нашего бюро это является вполне нормальным. Мы являемся неким интерфейсом между, скажем, девелопером, инвестором и проектной командой из другой страны, которая очень часто не отдает себе отчета вообще, насколько российская действительность, насколько российские нормы и ментальность людей, живущих здесь, отличаются. Для нас, я имею в виду, для APA Architects, это нормальная практика и один из таких вот рыночных, скажем, механизмов и наших особенностей, которые мы активно используем. Вопросы конкуренции. Вот, например, Сергей Кузнецов говорит, цитирую, «Конкуренция – самая плодородная почва для качественной архитектуры». Как выглядит конкуренция в архитектурной среде? И какой, на Ваш взгляд, она должна быть, чтобы стать вот той самой плодородной почвой? Ну, такой провокационный вопрос, безусловно. Ну, знаете, просто не ответишь. Конкуренция должна быть, скажу честной, ничего не сказать. Безусловно, понимаете, в этой профессии, когда стоимость здания несколько десятков миллионов долларов, и в конечном итоге за, так сказать, право реализации того или иного объекта борются не только архитекторы, и подрядчики, и девелоперы, земля очень дорогая, очень сложные политические отношения с городом у клиентов, то часто возникает такое понятие, как ресурс. И как только возникает понятие ресурс, понятие конкуренции начинает несколько, так сказать, ослабевать. Ну, конечно, она есть, куда же денешься без нее, и в какой-то степени это двигатель, так сказать, прогресса. Но, понимаете, в несколько, так сказать, испорченном обществе возникает и проблема с этой конкуренцией в том числе. И надо сказать, что вот за последние пять лет московская архитектура, она так существенно помолодела. Ну, наверное, это хорошо. В этом смысле конкуренция, она такая, она становится конкуренцией между поколениями. Наверняка были проекты, от которых вы отказывались. Можете назвать пару, от которых вы отказались? Да. И почему? Ну, вот, например, мы отказались в свое время от проекта на улице Красина. Это был конструктивистский дом, очень приличный. Ну, вот. И владелец и девелопер, который этим занимался, он его вывел из состава памятников, и в конечном итоге они его сломали. И на его месте построили новое здание. Это, ну, не очень, так сказать, корректно по отношению к нашему архитектурному наследию. Тем более, что была возможность приспособить его для новой функции. Ну, вот. Это вот такой пример, например. Ну, и какие-то другие. То есть, когда вот возникает, скажем так, сложная ситуация, и возникает ощущение, что ты наступаешь на собственную гражданскую позицию, то тогда лучше отказаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас это архитектура, это, собственно говоря, стоимость разработки архитектурного проекта. К этому добавляются инженерные разделы, к этому добавляются конструктивные разделы и прочее. То есть, стоимость проектирования, она существенно в десятки раз больше, чем в нашей стране. У нас в два с половиной процента, если тебе заплатили за все, ты уже должен быть просто счастлив. И, соответственно, понимаете, какая возникает проблема? Ввиду того, что столь низко оплачивается и ценится труд архитекторов, то, соответственно, уменьшается количество молодежи, которые интересуются этой профессией. Люди же, и молодежь в том числе, они, условно, так сказать, оценивают состояние рынка, состояние общества и ищут ту профессию, которая обеспечила бы им такое достойное существование или развитие. И архитектура всегда была таким очень популярным, так сказать, трендом. Если вы помните, например, в 70-х годах был колоссальный конкурс. Вот... Что, смейте? Это я должна вспомнить. Понимаете, я себя ощущаю значительно моложе, чем на самом деле, поэтому у меня такой вот сбой такой происходит. Ну вот, и, соответственно, мы как бы сами себе едим. И вот профессия начинает вымирать потихонечку. Ну, зато мы сдаем там какие-то миллионы квадратных метров, кому-то что-то продаем. То есть вот, к сожалению, удивительно происходит, и тренд совершенно другой. Не такой, как там во всем мире. Ну вот как архитектор, вы ведь первым видите, как меняется образ жизни людей? Ну, мне кажется, что первый, кто видит, это налоговая инспекция. Потом уже, там, в 10-м, это архитектор. Понимаете, как? Мы, конечно, отслеживаем процессы такие общие, глобальные, да? И мы живем и стараемся жить в горизонте 5-10 лет, да? То есть вот то, что сейчас происходит, оно как бы предсказывалось или предугадывалось давно. А теперь мы, вот то, что мы проектируем, оно будет реализовано, дай бог, лет через, там, 5-6-7. То есть вот за это время многое изменится, и мы должны в какой-то степени это учитывать. А практически никого нету из специалистов, кто бы мог, так сказать, вот это каким-то образом прогнозировать. Потому что все консультанты, международные консультанты или работающие в Москве постоянно, они все, ну, как сказать, они все отслеживают состояние вот на настоящий момент. Поэтому архитекторы – это вот один из тех немногих, которые думают о будущем и пытаются в какой-то степени предугадать, как же это общество будет развиваться. Ну, конечно, в очень локальных сферах мы об этом думаем, там, вот мы занимаемся, не знаю, торговлей, да, торговыми зданиями, пространствами. Поэтому мы там приблизительно все понимаем, как это будет меняться. Ну, вот это интересное очень место, и всегда здесь много народу, и, в общем, мы в самом начале проектирования понимали, что весь квартал должен стать пешеходным. Такая среда, очень комфортная, на мой взгляд, вот, и мне очень нравится контраст этого храма. И когда мы начинали, кукола не было, было маленькое завершение деревянное. Ну, вот совместная работа с Василием Васильевичем Анисимовым по этому проекту позволила и храму, так сказать, в какой-то степени выродиться. И сейчас, в общем, это знаковая картинка, да, когда вполне современная архитектура современной Москвы создаёт некую такую фрейм, рамку для восприятия православного храма, который завершает вот эту вот пешеходную линию. Конечно, это не московская история, но, наверное, этим она и привлекательна, что даёт такое ощущение очень современной американской или европейской истории. И вот здесь вот тоже вот интересная история, вот видите, каким-то странным образом вдруг раз, два, три, четыре, пять, на пять этажей, значит, поднялись эти колонны, и здание начинается только там. Ну, вы думаете, это прихоти архитектора? Ничего подобного. Нет, но это не прихоти архитектора, а это так называемая чеченская бочка. То есть это заправка, и никто с ней справиться не мог. Ну, в смысле её закрыть, убрать. Такие места в Москве назывались, ну, и называются до сих пор чеченские бочки. Поэтому был взят радиус 25 метров, который положен по закону, да, и, собственно говоря, вот мы были вынуждены поднять эту часть здания на колоннах с тем, чтобы уйти вот от этого взрывного купола, так называемого. Ну, как вот себе, вы представляете, убедить девелопера и инвестора, да, убрать тут почти тысячи метров. Тысячи метров умножили на 10 тысяч, получилось, получилось 10 миллионов. Ну, то есть, да за такие деньги, знаете, как своими руками. Поэтому наличие таких ограничений в конечном итоге может даже повысить качество архитектуры. Михаил Фридман говорит, что риск в бизнесе и успех от этого риска – это огромный драйв. Ощущаете ли вы этот драйв так же и чувствуете ли вы уже зависимость от него? Нет, зависимость не ощущаю. Но на самом деле, так сказать, я бы немножко перефразировал. Удача, удача в бизнесе имеет большое значение. Но, по сути дела, удача – это и есть драйв или как бы оборотная сторона, так сказать, драйва. Конечно, когда все получается, гораздо лучше настроение, безусловно, и вообще самочувствие. Понимаете как? Любое происходящее, оно соткано из многих совпадений. И, так сказать, если у человека есть определенная воля и стремление, то количество этих совпадений увеличивается. И, соответственно, вероятность того, что произойдет вот эта вот удачность течения обстоятельств увеличивается. Если ничего не делать, то это такая руссконародная сказка про пощучьего веления, про печку. Ну, помните. Помните, я надеюсь. Соответственно, встреча с любым профессионалом на жизненном пути, который оказал влияние, так сказать, на тот проект, который мы в тот момент делали, или оказал влияние в целом на, так сказать, понимание, на архитектуру или на какие-то аспекты – это и есть удача. Вот в свое время мы работали как раз над проектом Европарка, этого торгового центра на Рублевском шоссе. И у нас был консультант из JLA Ян Эллиот. И этот человек, который вот единственное нас поддержал, потому что вот целая плеяда, так сказать, брокеров, консультантов, западных архитекторов, которые пытались, значит, в этот процесс войти, они настолько упрощали ситуацию, они не видели городостроительную проблему, которая там возникала, да, потому что мы подъезжаем к этому зданию сверху, с горы, и, соответственно, там возникает проблема пятого фасада, так называемый крыш. Вот. И вот единственный человек, который нас активно поддержал и помог нам убедить и клиента, и всех остальных о том, что вот здание должно быть такое, какое оно сейчас на самом деле, а не просто коробкой. Вот. Это вот была определенная удача. Одна удача, она тянет за собой какие-то, так сказать, другие уже там встречи, и, конечно, это очень важно. Это вообще очень важно в жизни понимать, что вот она, вот она, это вот удача. Какая, на ваш взгляд, есть общая черта у всех людей, которые чего-то достигли в профессии? Красавчики. Но они много работают. Главное, видеть в этом интерес, главное не устать, потому что больше всего в жизни устаешь от людей, как вы догадываетесь. Борис Владимирович, что на ваш взгляд сложнее построить? Бизнес или семью? Опа. Бизнес или семью? Ну, вообще, и то, и другое довольно сложно строиться. Ведь вопрос и в семье, и в бизнесе, как это сохранить, построив. Наверное, семью сохранить так же сложно, как в бизнес. Ну, и, наверное, бизнес довольно сложно сохранить. Тоже так же, как в семье. Смешная история была вот с этим зданием. Если в этих домах достаточно быстро определились арендаторы, такие базовые, это Делой Туш и Прайс Ваттерхаус, то с этим домом никак не удавалось, так сказать, найти крупного клиента. И в какой-то момент канадское посольство проявило такой очень активный интерес. Что, типа, мы хотим вот в этом здании разместить посольство Канады, потому что им надоело эти маленькие особнячки какие-то, районные остоженки. И, в общем, начался очень такой плотный процесс, в котором мы играли роль людей, которые пытались отговорить канадское правительство от того, чтобы сделать здесь посольство. Мы им объясняли. Ну, как вы себе представляете? Вот подъезжает лимузин посла, выскакивают морские пехотинцы, все перекрывают, выход из метро, и, значит, этот самый канадский посол проходит в свое здание. Ну, что, о чем вы говорите? Это нереально. Это, так сказать... Ну, в общем, была долгая такая упорная битва. В конечном итоге, чем интересна демократия? Сменилась правительство, прошли выборы. И эта идея сама по себе умерла. Ну, и слава тебе Господи, теперь в этом здании находится Microsoft, и, в принципе, так сказать, все в порядке. Ну, вот в этой композиции всего комплекса неожиданным образом вот это здание выходит на лесную улицу. Оно, видите как, существенно ниже, чем остальные. Ну, и спрашиваете, почему? Почему? Почему здесь нельзя было сделать, то есть такое же здание, такой же высоты? Оказывается, вон тот кирпичный дом, вон видите, желтый кирпичный дом, вот самый крайний стояк, то есть это все квартиры по вертикали у последнего подъезда. Они имеют очень маленькое время инсоляции, прям минимальное совершенно. И если бы мы сделали выше, мы бы, так сказать, их лишили вот этих последних лучиков солнца, на которые они могли по закону рассчитывать. Поэтому по всем институционным расчетам пришлось опустить этот дом, и вот его такая высота, она определена только этим аспектом. Во время нашей беседы последней вы сказали, что вас не интересует футбол, так как это слишком простая эмоция. А что дает вам те эмоции, которые вы ищете? Ну, вы знаете, мне, например, нравится яхтик, например. То есть любой спорт, который сопряжен со скоростью и с искусством управления тем или иным предметом, будь то автомобиль, или, так сказать, лодка, или мотоцикл, там, где есть достаточно высокий уровень риска. И я с удовольствием смотрю, допустим, там, Формула-1 или мото-GP гораздо больше, чем, так сказать, футбол. Ну, это бизнес, это определенный бизнес. Ну, и там люди болеют, людям это нравится. Ну, и очень хорошо. Это какая-то определенная сублимация, значит, вот там военных действий, когда там эти против тех, этих победили. Яхтинка. А вот почему? Это любовь к свободе и возможность в любой момент поменять выбранный курс. Почему? Курс совершенно без разницы. Вопрос в ощущениях. Субтитры создавал DimaTorzok Самые интересные и самые удивительные места это, конечно, север. Все холодное, да, Гренландия. Там, конечно, фантастически красиво. Но это совершенно другие краски, это другое вот ощущение, так сказать, мира. То есть туда вы обязательно вернетесь? Да я туда езжу все время. Ну, правда, не на лодке. Вот. Вот мы пытались уйти от этой темы. На рыбалку, например. А теперь, Борис Владимирович, рассказывайте про рыбалку. Любопытно, знаете, что? Вы ведь занимаетесь нахвостом, да? Как я правильно понимаю, 20 лет. Лайфишинг, да. Почему это притягательно для вас до сих пор? А это как архитектура, по сути дела. Добиться совершенства невозможно. Но безумно интересно. Поэтому чем флайфишинг интересен? Можно ловить рыбу, вообще не думая о рыбе, и даже ее и не ловя. То есть суть не в этом. Важно, как легла муха, как это все красиво летит. Вот весь этот антураж вокруг. И вот это вот. Удивительно. Это вроде гольфа что-то с другой стороны. Наверное. Поэтому не зря сейчас вот во многих американских клубах, гольф-клубах, совмещают флайфишинг, то есть вот в этих прудах запускают форели, и люди, поиграв, значит, в гольф, потом еще, так сказать, тренируются и ловят форель. В этих местах, на севере России, там я встречал, кого-то там и не встречали. С Джимми Картером я, правда, не пересекся. Я на следующий год приезжал. Он был там. Очень много, так сказать, интересных людей. Из Англии, из Америки, из Испании, Аргентины. Ну, отобсюду. Однажды вот мы были вместе одну неделю. Это президент клуба флайфишинга Лондона. И мне сказали, что вот если ты хочешь с королевой встретиться, то он это организует гораздо быстрее, чем премьер-министр. Камера на тот момент был. Ему, говорит, один раз позвонил, и она тебя встретит. Куда же она тоже является членом флайфишинга клуба в Лондоне. А дайте совет для тех, кто хочет поймать трофейную рыбу. И поймали ли вы свое? Ну, никогда не надо останавливаться на достигнутом. Я поймал очень приличного лосося. 17,5 килограмма. Это, в общем, я знаю многих людей, которые там 20 и 25 лет каждый год даже работают, которые гидами, и которые не поймали такое. Вот это удача, да? Вот это удача. Ну, с другой стороны, вы же понимаете, не везет нам в картах, повезет в любви. Или наоборот. Бываете ли вы когда-то слабым? Ну, наверное. Самое яркое впечатление, это, знаете, когда крупная рыба клюнула, и ты с ней борешься, борешься, и ты понимаешь, что это, так сказать, трофей, и вдруг это все обрывается. Ну, не выдерживает снасть. И вот тогда такой жуткий всплет, конечно, ярости. Хотя, в общем, непонятно, на кого злиться, но вот это вот бывает. Ну, это такая яркая, сильная, мощная эмоция. Очевидно, поэтому я иногда, так сказать, и занимаюсь этим fly-фишем. Я долгое время ездил, ну, скажем так, катался на мотоцикле, и тогда вся эта тусовка, еще только начинающие, такие начинающие байкеры, они собирались на смотровой площадке. Ну, вот мне очень нравилось всегда там это место, пока оно не стало слишком туристическим, но вот этот взгляд с высокой горы, скажем, на пространство города всегда такое возбуждающее и очень всегда, так сказать, провоцирующее на мечту. Вот, появится ли когда-либо в силуэте этого города что-то, что сделано нами. Не возникает ли у вас чувство ностальгии по городу вашего детства? Нет. В детстве было трудно. Математическим. Конечно. Решил заняться я этим, ну, архитектурой, я имею в виду, еще в седьмом классе, при том, что вся семья, она такая физико-математическая, вернее, даже не физико-математическая, а геофизическая. То есть мои родители не занимались геофизикой, это математические методы обработки данных при поиске нефтяных месторождений. Сестра моя, тоже младшая сестра, она тоже, так сказать, пошла по этому пути. А я такой вот не без урода, как говорится, в семье. Мне с детства достало вот этот вот собачий язык, этот математический. Потому что они дома между собой говорили на каком-то вот этом собачьем языке. То есть они постоянно употребляли какие-то термины, и вот, ну вот, меня всегда это очень сильно раздражало. И хотя с математикой у меня все было в порядке, я имею в виду в школе, но все равно я это очень не люблю. Поэтому постепенно я как-то, так сказать, вот перешел вот в это качество. А когда вы расстались со своей последней иллюзией, и что это было? У меня еще много иллюзий, я еще не со всеми расстался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова